Так, друзья мои, значит, мы с вами рассмотрели центральный вопрос христианской религии. Чем Христос отличается от всех других спасителей и спасателей человечества? И что же Он сделал такого по сравнению с Ним, что христиане именуют Его единственным, в отличие от всех прочих? Итак, еще раз напоминаю суть дела. Дело не в том, что Христос своей жертвой исправил нравственность людей, исправил их духовное состояние. Нет. Это дело, оказывается, личное. Он сделал другое. Он восстановил в самом себе ту человеческую поврежденную природу, которую воспринял в Боговоплощении. Этим самым Он стал начатком нового человечества. Как пишет апостол Павел, Он стал вторым Адамом. Ибо если от первого Адама мы все рождаемся стихийно по законам, присущим живой твари, то от второго Адама Христа также имеется возможность рождения, но другого рождения и другим способом. Это рождение носит уже характер глубоко внутренний или духовный. И рождение осуществляется не в силу каких-то строгих законов, которые господствуют над человеческой природой. А это обращение, это исцеление совершается лишь при условии личностного, человеческого усилия, без которого ничего быть не может. Оказывается, само рождение человека в данном случае происходит не без человека. Об этом сказал Господь, когда прямо указал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Рождение нового человека, человека во Христе, происходит в Таинстве Крещения. Но само это Таинство является ничем иным, как первой и начальной функцией Церкви, в которой, как в организме, происходит рождение, становление и усовершение человека. Так вот, мы с вами закончили рассмотрение этого вопроса на такой проблеме. Почему Бог не мог своей властью спасти человека? Напоминаю, не мог по тому, по той причине, что без человека нельзя спасти человека. Спасение – это не есть акт насилия, это не есть внешний акт по отношению к самому человеку, а спасение – это есть свободное восприятие человеком того дара, который совершил и принёс Христос. Напоминаю вам, что само спасение, которое предлагается христианством, отлично от того состояния, которое имел человек в творении. Чем он отлично? Тем, что первое состояние человека оказалось таковым, при котором он мог отпасть от Бога. Второе состояние человека, которому призван человек, и которое Исаак Сирий называет высшеестественным состоянием – это состояние непадательное, то есть то состояние, в которое человек при правильном духовном развитии может прийти и уже никогда не отпасть от того, кто именуется Богом, Спасителем и Любовью. Вот почему Бог не мог просто спасти человека. Требуется от человека усилие, напряжение, свободное его произволение. Вот это очень важный момент, на котором настаивает христианство, и которым, если хотите, вновь христианство подчеркивает богоподобное величие человека. Человек – не игрушка в руках Божьей, слышите? Не песчинка в этом, заброшенная песчинка в этот мир. Нет, нет, человек – богоподобное существо. И как таковое, и само спасение может быть им воспринято только свободно. Поэтому, отсюда исходя, мы понимаем, что конец бытия будет такой неоднозначный. Пойдут сии в муку вечную, а праведники просветятся, как солнце, как солнце. Свобода, оказывается, человеческая, является решающим фактором даже в его вечностном бытии. Теперь для нас с вами очень, ну, такой следующий и логически, связанный с предыдущим вопросом, о том, что следует из жертву Христова. Хотя мы с вами говорим, что жертва Христова является вершиной того Кеносиса, то есть самоуничижения Божества, которое оно восприняло на себя добровольное воплощение. Тем не менее, мы должны сказать, что сама эта жертва, сами эти мышеческие страдания Христова, они бы оказались, ну, нереализованными, неосуществлёнными, если бы не произошло того уникального в истории факта, который мы называем воскресением Христова. Не было такого факта в истории. Я говорю не о воскрешении мёртвых, а о воскресении Христа. В чём тут дело? Что тут особенного? Здесь мы касаемся с вами очень тонкого вопроса, который требует, нужно это прямо сказать, не только рассуждения, но и веры. В чём причина? Ведь, кажется, мы же читали послание евреям, что Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Если совершил, то и сделал совершенным. Что же ещё нужно? Вот здесь, вот здесь мы начинаем видеть то, что сначала было совершено, и то, что должно было претерпеть изменения в последующем развитии человеческой истории и человеческого сознания. Грехопадение внесло в человеческую природу смерть. Не было в человеческой действии смерти. Оно внесло смерть. И вот здесь мы видим, что страданиями Христос не просто только восстановил в самом себе человеческую природу. Это восстановление не осталось мёртвым. Последовало воскресенье, то есть смертью своей он уничтожил смерть. Вот это смертью ветхого человека, вот это повреждённого естества, лучше сказать, смертью повреждённого естества человеческого, да, оказалось только возможным возрождение нового человека. Старый убит. Всё старое уничтожено. воскресает новая, восстановленная, исцелённая человеческая природа. И мы видим её в воскресшем Христе. Воскресение является завершающим и свидетельствующим о той славе, фактор, которому призвана человеческая природа как таковая. И, следовательно, каждый её носитель, который свою свободу осуществит в этом направлении. Поэтому воскресение Христово является, является, можно сказать, всем существом христианства. Без воскресения Христа нет христианства. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Вот что прямо пишет апостол Павел. Тогда мы несчастнее всех человеков, говорит он, если нет воскресения Христов. Тогда мы ничем не отличаемся от всех прочих людей. Тогда действительно, ешь, пей, веселись, завтра умрём. Первое время, нет воскресения, нет смысла. Жизнь теряет всякий смысл. Что пропов страданий, то и Христово было, от всего нравственного учения, от всех возвышенных идей, если нет воскресения. Воскресение Христа это начало, источник вечной жизни для каждого индивидуума, для каждого человека. Вот почему в православии, и изначало, и в православии, особенно сейчас, сейчас именно, когда произошло раздрение христианства, воскресение Христова стало величайшим праздником. Воспоминанием величайшего, в отличие от всех других. Много великих праздников, но это величайшее, уникальное, единственное в своем роде. Праздников праздник, и торжество торжеств. Отсюда становится понятно и другое, что, начиная сразу же с самого факта воскресения Христова и по сей день, непрерывно выдвигались и выдвигаются различные версии, пытающиеся показать, что воскресение Христова это есть или миф, то есть его не было. Или, это есть нечто иное, как фантазия или ошибка, или галлюцинация. Целый ряд предлагается самых разнообразных объяснений, лишь бы достичь одного – уничтожить сам факт воскресения Христова. Это удивительно просто, удивительно. Вы подумайте только психологически, откуда такое идем? Нежелание, чтобы Христос воскрес. Это же какое-то прям не только Богоборчество, это понятно, это человекоборчество. Повторяю, и только благодаря воскресению Христа мы имеем надежду в вечную жизнь. Нет ли у воскресения ничего нет, а бессмысливается жизнь. И вдруг такая борьба против этого. Страстная борьба, ожесточенная, началась с подкупа стражей, которая стояла у гроба. Вы знаете, по римским законам стражей, при которой отвален был камень от гроба, независимо, по какой причине что произошло, они подвергались смертной казни. Без всяких разговоров. Как он Теир приказал казнение четыре четверицы воинов, которые середали Петра? Все, смерть. Здесь все прошло, видимо, бланка. Сумели покупить. Идет поразительное богоборчество. Вы слышите, это богоборчество. Ладно, то есть, что значит ладно? Это ужасно, когда убить и Лазаря уже ясно, на какой путь вступили. Так, когда воскрес, подкупить стражу. Украдим. А дальше теорий было очень много. Самых различных. От глупейших, собственно, они все неразумные. То, оказывается, его не хоронили Христа, а выбросили в какой-то рог. Поэтому, естественно, этот... А гроб это только так сказали. Поэтому там никого и не было. То украли его, то это были галлюцинации в этих учеников, особенно у женщин, которые не могли поверить, что он погиб. как-то в академии я принимал одного профессора из Англии, англиканина, доктора богословия, новозаветчик, то есть специалист в знании нового завета, в которой начал меня убеждать, что Христос не воскрес. Сейчас мы стоим перед фактом, которым можно просто содрогнуться, когда среди христиан, вы слышите, западных христиан, огромнейший процент людей, христиан, не верят в воскресение Христово. Поразительное заблуждение. Что же происходит в сознании? Происходит то, о чём мы с вами много раз говорили. Полное обмельщение религиозного сознания. Церковь превращается в институт этого мира. В самой религии есть нечто иное, как какой-то культурный довесок к нашей жизни и больше ничего. Некое эстетическое развлечение, некая традиция. Забыли. Самое главное же, что... Самое главное, о чём говорят религии, человек, о смысле твоей жизни, зачем ты живёшь. И если ты живёшь для того, чтобы завтра умереть, то какой смысл всего этого? И вдруг даже среди христиан, во Франции, по крайней мере, по крайней мере, треть христиан не верят в воскресение Христа. То есть, идёт процесс полного извращения христианства в самом его существе. Есть и другая сторона, или, лучше сказать, другой вариант борьбы с воскресением Христовым, когда указывает на целый ряд мифических божеств древности, которые также, оказывается, умирали и воскресали. Он говорит, пожалуйста, ничего нового нет. Это ещё один новый вариант тех мифов, которые были известны в истории древнего мира, древнего религиозного мира. Я хочу вам показать немножко, что это за мифы, с тем, чтобы мы имели собственное, что ли, представление об этом. Ещё раз вам говорю, когда о чём-то рассказывается в общей форме, то здесь можно представлять себе, что угодно. как только подойдёшь поближе, тогда убеждаешься в том, что есть на самом деле. Так вот, и эти мифы, они в этом отношении очень показательны. Ими жила атеистическая мысль и живёт до сих пор всюду, во всём мире и у нас, естественно, когда всё переписывалось с запада. Называют имена нескольких богов древности, которые умирали и воскресали. Ну, сначала я вам представлю их фабулу, фабулу сказаний об этих смерти и умираниях и воскресениях. Вот вам, пожалуйста, сирийский бог Адонис. Наслаждается супружеством с богиней Астартой. И вдруг происходит странное налетает век страшное животное, конечно, дикий, кабан. Хватает его, не знаю, каким образом, и растерзывает на части. Ну, что растерзать, может, в этом сомнении, нет. Правда, кровь, которую проливает он, оказывается очень благотворной. На месте это вырастает фиалка даже. Адонис. И потом, каждый год, этот Адонис возвращается на время к своей Астарте, к этой богине, которую, естественно, он плачет и просит богов вернуть и так далее. На короткое время вновь возвращается он к ней, чтобы затем вновь уйти. И так происходит каждый год. Египетский бог Осирис тоже относится к той же категории. Здесь немножко история другая. Его возненавидел его родной брат Сет, обманом заманил его в ящик драгоценный и бросил в Нил. В реку Нил. Его жена Изида предается слезам и отчаянию, но, наконец, нашла на его и спрятала. Но Сет все равно нашел Азириса, разрубил его на части и разграсал его по всему Египту. Азирис возвращается в каждое половодие Нила. Ну, если перейти на наши времена года, то Азирис опять-таки возвращается каждую весну и умирает каждую осень. Так происходит постоянно и ежегодно. Подобная история происходит с другими богами. например, Дионис известный греческий бог, которого преследует завистливая Гера. Да, ну, естественно, он пытается избежать ее, но, посланные ею великаны бетоны, разрывает его на части, пожирают его, оставят только сердце. Подобная же история происходит с Антисом, фригийским богом. Поэтому случилась, так сказать, история другого порядка. Он изменил жестокой своей любовнице богине Кибелию, а она послала на него безумие. Он оскопляет себя и умирает под сосной. Вот истечение крови. Вот, собственно, вот к чему сводится внешняя сторона вот этих смерти и воскресений. Все они, эти боги, ежегодно весной возвращаются к жизни, ежегодно осенью вновь умирают. Этот цикл бесконечен. Такова внешняя сторона этих историй. Что стоит за ними? Эти вопросы тщательно исследовались очень многими учеными. И поскольку их фабула по своему существу, по крайней мере, по самой идее совершенно ясно и очевидно совпадает, то все приходят и к одному и тому же выводу. Все эти сказания об умирающих и воскресающих богах являются ничем иным, как мифическим выражением тех естественных процессов, которые происходят в природе. писатели, весна, это же воскресенье всего, оживление. Особенно это было бы у нас очень сильно, после, представьте, после мороза, зиму, когда вся природа стоит мертвая, и вдруг весна. Все воскресенье, благоухая и цветет. Нам особенно это очень легко представить. Так вот, все сходятся, в том числе, как атеистические писатели, так и религиозные писатели, принадлежащие к разным религиям, все сходятся в одном. Что это? Мифы, эти мифы являются ничем иным, как изображением процессов, происходящих в природе. Кстати, напоминаю вам, что такое миф. Миф это не есть выдумка или сказка какая-то. Нет-нет, а миф это образное, часто исторически образное, сюжетно образное выражение какой-то определенной идеи. Идеи. В этом смысле, если хотите, вот в Библии о грехопадении. Можно сказать миф о грехопадении. Не в том смысле миф, что это выдумка, что это не блица сказка. Нет-нет, миф это, еще раз говорю, способ, метод выражения идеи. То есть в данном случае сама вот это само и описание того, что есть. Это оно не означает действительности того, что это происходило, а через это изображается какая-то идея, глубокая идея. Это нужно очень хорошо понимать, выраженная идея. И вот здесь эта идея совершенно очевидна. Об этом пишут все исследователи. Ну, например, Фрезер, известный такой, да, английский исследователь пишет, под именем Азириса, Тануза, Адониса, Аттиса, народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящей каждый год. Я просто не хочу зачитывать различия вот этих высказываний, поэтому немного, кое-кого только. Вот, например, если это современные исследователи так говорят, а вот что говорили уже древние, в то время, в те времена. Вот, например, греческий философ Ксенофан, это современник Сократа, что пишет? Право, смешно даже, что они египтяне и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать. Так он описывает эти процессии, посвященные египетскому богу Осирису. Плутар, свидетельствует, они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают сходить. А уже в нашу эпоху неоплотоник Порфирий говорит, Адонис является символом срезаемых зрелых плодов. То есть, как видите, и древние авторы, и все последующие современные исследователи, касающиеся этого вопроса, все единогласно говорят об одном и том же. Но главное, что сравнить стоят эти мифы с тем описанием, которые мы находим в Евангелиях о Воскресении Христовом? Во-первых, сами мифы, что они говорят об этих богах? Откуда они эти боги? Вам никто ничего не скажет. Когда они родились? Где? В какое царство? В какую историческую эпоху? Естественно, ничего этого нет. Это же мифы. Здесь нет никакой исторической связи, ни с какими конкретными эпохами, лицами, событиями. Это же выражено только идея и больше ничего. Когда же мы касаемся истории жизни, страданий и воскресения Христова, то видим совершенно конкретные, прямо привязанные к конкретному времени, лицам и событиям. Само описание, когда читаешь, ну, прямо реалистическое описание того, что происходило, без всяких причем прикрас. То есть когда мы говорим о воскресении Христа, как оно дано в Евангелии, то мы видим историю, настоящую историю, настоящие события. Когда мы касаемся мифов древних, то мы ничего там не видим, никакой истории, никаких конкретных событий. Так что вот это сравнивание древних мифов со Христом и попытка показать, что воскресение Христов является ничем иным, как еще одним мифом древности, который касается этого вопроса, никак не подходит под эту категорию, не соответствует своей реальности. Если бы это было так, апостол Павла не встретили бы таким скепсисом в Афинском Ареопаге. Стоило ему только заговорить о воскресении, вы помните, послушаем тебя в другой раз. А, кажется, чего бы особенно? Они же все это слыхали, приняли бы и все. В том-то и дело, что апостол Павел говорит о реальном событии. Не о мифах, не об идее, не о философии, а о реальных событиях. Поэтому по свидетельству одного из наших апологета Татьяна именно за верование во воскресении язычники считали христиан болтунами и пустословами. А Афиногор, другой же наш апологет, говорит о том, что для язычников язычники учения христианские о воскресении прямо называли здоров. Действительно трудно себе представить для людей совершенно неверующих, которые привыкли жить только в атмосфере вот этой жизни, боясь заглянуть вперед. Трудно себе представить веру в реальность воскресения. Хотя были некоторые идеи в древности о воскресении. Были. Но правда нужно вам сказать так, что даже не о воскресении. Идея была у Платона, у древних греческого философа. Но он говорит не о воскресении по-гречески, не о воскресении анастасис, а говорит о некоем оживлении. И дело тут не в том, только что более мягкое, что ли, соли слова. Нет, нет. дело о другом. Употребляя слово оживление анаосис, Платон говорит о том оживлении души, которое происходит с ней, когда она освобождается от чувственных уз плоти. Вот о чем он говорил. Не о воскресении тела, а о оживлении души, освободившейся из темницы тела. А в других отношениях, то есть большего чего-либо, мы не находим языческой философии. О воскресении плоти мы ничего не находим. Единственное, где мы находим, это в Бетском завете. Ну и там, вы помните, как там иногда очень прикровенно, только у пророков уже мы находим свидетельство о воскресении, у пророков. А до этого все это, вы же помните прекрасно, то ли душа умирает с телом, то ли она засыпает, предается сну до определенного всеобщего воскресения. Одним словом, там довольно много неопределенностей. С христианской точки зрения воскресения Христова увенчивает тот процесс Кеносиса, лучше сказать, тот процесс подвига, который Бог Слов воспринял на Себя. Воскресение побеждено в принципе, в самой основе, в той человеческой природе, которую воспринял Христос – смерть. Вот то самое страшное и ужасное, что поразило человечество. может быть, два слова стоит сказать о том, что это воскресение, что оно означало, что и что в результате совершилось. Мы видим, что произошло вознесение человеческой природы на высочайшую степень близости к Богу. В Евангелии написано о сидении одесную отца. Вы слышите? О сидении одесную отца. Этот термин одесную – специфический термин, который означает во всём мышлении древних народов ничто иное как высочайшую близость к тому, кто есть царь. Если хотите, это второй царь. Это фактически тот, кто управляет всем царством. Если царь возглавляет, то сидящий одесную всем управляет. Это второй фараон. Помните, Иосиф был? Он всё совершал. О чём же свидетельствует вознесение Христова? Только христианство, ещё раз говорю вам, показало, как высоко оно учит о человеке. Сказав, что Бог снова воплотившееся, седи одесную Бога, Отца, этим самым христианство заявило, что человечество по своей природе, человек по своей природе, является высочайшим существом и предназначен к высочайшему благу по сравнению со всеми, со всеми творениями Божиими. Вот о чём говорит христианство. подумайте теперь и сравните это христианское учение с любым учением и с любой религией. Что делали спасители разного рода до Христа? Самые большие освобождали от рабства, побеждали врагов, давали нравственные учения, показывали пример мужества, допустим, храбрости, а нередко точно наоборот показывали пример безнравственности и развращенности. Всё это носило исключительно плоскостный характер, относящийся только к этой жизни и больше ничего. А что следовало из этих учений в понимании человека? Что это давало? Ничего! Ничего! Человек оставался тем же самым. Никакой перспективы мы не видим большего в учении о спасении и спасителе в других религиях и философиях по сравнению с христианством. Христианство же возводит человечество на высочайшую ступень бытия. Более оно говорит о Богочеловеческом существовании человечества. христианство. Вот так, друзья мои. Таким образом, мы с вами рассмотрели важнейший, я бы сказал, раздел христианства, касающийся понимания спасения человека, того спасения, которое совершил сам Бог Слово. Но тоже вам сказать, что понимание всего этого будет односторонним, неполным и совершенно недостаточным, если мы не рассмотрим с вами еще несколько вопросов, связанных с тем, а что, что же конкретно жертву Христова дает каждому человеку. Мы сейчас с вами сказали, что в целом благодаря воскресению человечество достигло состояния Бога человечества. Бога человечества. А как же этого состояния достигает каждый человек? Что в этом отношении дает жертва Христа? Какой инструмент и какие средства дал он для достижения этого высочайшего состояния? здесь мы с вами подходим к очень, я бы сказал, непростому вопросу, который требует осмысления и рассуждения вопросу о Церкви. Апостол Павел удивительнейшее определение Церкви. Совершенно удивительно. Он называет Церковь телом Христова. Церковь эта есть тело Христова. Это удивительное определение. Мы нигде не найдем никогда ничего подобного. Вообще я вам скажу, как только мы касаемся христианства, мы только и сталкиваемся с вами с чем? с вещами, которых никогда и нигде не было. И после этого нам еще предлагают да ничего тут особенного. Все это естественное развитие религиозного сознания. Какое там естественное развитие? Когда что не шагнешь, то в изумлении останавливаешься. Так и здесь. Что такое экклесия? Ну подумаем, что это собрание лиц созвано, призвано, но мало ли собирались собрания всюду. Всюду они имели места, во всех городах, во всех полюсах, во всех государствах древнего мира. Ну и что же? Называли по-грецки экклесию, да? И вдруг здесь дает совершенно неслыханное объяснение, то есть определение это тело Христово. В чем тут дело? Что такое? С чем мы имеем дело? Что за странное, удивительное тут тайное определение? Эта идея приводит нас к вещам совершенно иного порядка. И вот какого. всегда были собрания. Иногда они проходили в полном единогласии. И это единогласие становилось, было признаком единодушия и какого-то единства собравшихся. Единство, которое правда легко могло рассыпаться. И которое носило в конечном счете достаточно поверхностный внешний характер. Апостол утверждает, что то единство, которое принес Христос, носит совершенно иной характер, выражаясь философским языком онтологический, онтологический характер. Он утверждает, что все христиане, христиане, он говорит о них, каким путем это потом. Все христиане являются членами тела Христова. Не просто люди объединенные единством веры и мыслей. Нет, нет. Речь не об этом, не о умственном и сердечном настроении людей. Нет, нет. Он дает образы поразительные. Все являются членами одного и того же организма, тела Христова. Вы понимаете, о каком единстве идет речь? Об органическом единстве. Не просто мысленном, а органическом единстве. Он утверждает, что, оказывается, может иметь место, и оно есть, оно есть, вот это органическое единство. Оно создано кем? Христов. Оно есть его тело. И в это тело можно войти. Что значит войти в это тело? Кажется, звучит довольно странно, как в тело можно войти. Ясно, что речь идет о чем, когда говорит он тело Христово? Видимо, он говорит не просто о человеческом теле, в котором и так полнота всех органов, и не может появиться тут новые органы, новые члены. Ясно, что речь видимо не об этом. О чем же? о чем тогда идет речь? Для того, чтобы понять это, нам придется с вами поговорить о таинствах крещения и евхаристии. это немножко позднее. А сейчас представим себе, что мы поговорили об этом. Я хочу сказать пока о церкви самой по себе. История христианства и настоящее состояние христианства свидетельствует о двух весьма различных пониманиях церкви, которые могут быть и объединены, но большей частью остаются разными вариантами. Что они из себя представляют и в какой степени они соответствуют апостольскому определению и раскрывают его. Одно из определений очень хорошо нам известное, очень хорошо известное нам. Церковь это есть общество людей объединённым единством веры, организации, то есть управления, священно начали, единство принимаемых таинств, дисциплины церковной жизни, канонов. Это общество людей, единомысленных людей. Кажется, очень хорошее определение, хорошее понимание, но вы чувствуете, что очень оно похоже на понимание экклесии, церкви, церкви с маленькой буквы, то, которое имело место всегда в истории человечества. И сейчас сколько угодно существует союзов или общества, в которых мы можем найти все эти элементы с другим, правда, содержанием, но элементы все те же. Неужели церковь отличается только содержанием этих элементов? действительно это только общество людей. По крайней мере, апостол Павел явно с этим не согласен. Когда сказал, что церковь есть тело Христов, он сказал, что она уже есть. Она не возникает в результате собрания людей, слышите? Это не есть функция, результат объединения людей. А он говорит, тело есть уже, это тело всем есть. И в это тело может только войти, не создать путем объединения в полном единогласии, а только войти каждый может в качестве члена только в это тело. То есть вот это понимание церкви, церкви как собрание людей, как общество людей, объединенных тем-то, тем-то и тем-то, оно носит какой-то внешний характер. Что-то не то. Но вы сами как хорошо знаете, конечно, что именно большую часть именно так и определяется церковь. Странно. Кто в этой церкви самый значимый человек? И вообще, кто является членами этой церкви? Кто является членом этой церкви? Каждый крещённый и неотлучённый от неё, независимо от того, в какой степени даже он является праведником, лжеправедником, негодяем, я не знаю кем. Неотлучён, он член церкви. Порочная его жизнь, святая его жизнь, это, оказывается, совершенно стоит на втором плане. Самыми значимыми кто является, кто занимает наиболее видные административные, управленческие точки. управленческие или учёные, то есть те, которые обладают степенями, званиями, рангами и санами. Вот, оказывается, опять-таки, слышите, независимо от святости или порочности их жизни. Вы не чувствуете ущербности понимания, такого понимания церкви? Что-то не то, не правда ли? Особенно, если обратиться к позднейшему определению которое даётся в Никео-Цареградском символе веры, когда церковь называется единой, святой, соборной и апостольской, то что-то здесь не по себе. Здесь человек в центре. Это антропоцентрическое понимание церкви. И как многие думают, что церковь именно это и есть, соблазняется отсюда, когда видят недостойных людей в церкви. И кто виноват? Виноваты те, которые дают такое определение. Церковь. Это ли разве церковь? Это оболочка только церковь. Одежонка. Сейчас я в костюме, потом одену подрясник. И что? А каким был, таким остался. Оболочка. Нужна? Верно, нужна. Нужна. Но суть не будет. А есть другое понимание церкви. Я бы назвал его теоцентрическим. от слова теос, феос, бог. Где бог в центре. Ведь мы же говорим, мы же говорим, что церковь есть тело Христово. А Христос-то есть бога-человек. Вы слышите? На первом месте это бога-человек. Не человека- бога. А бога-человек. Что же это такое за понимание церкви? Как тут можно понять, что это такое? Здесь можно дать такое определение, что церковь есть единство Духа Божьего, пребывающего в тех членах видимой церкви, которые в своей жизни стремятся осуществить Евангелие в возможной полноте и чистоте. есть единство Духа Божьего. Единство. То есть один Дух Божий во всех их. И чем же он, почему он единый? И почему объединяет? Потому что все те, кто тщательно пытаются исполнить своей жизни Евангелие, те, оказывается, входят в тело Христова. Дело не просто в формальном акте крещения, оказывается. Дело не просто в формальной принадлежности к церкви, а членами ее является, которые в своей жизни следуют Евангелию, осуществляют его. Церковь есть. Мы не создаем, собравшись вместе, а есть. Блаженный Феофилат Болгарский пишет, не говори, что церковь люди собрали, она есть дело Бога, Бога живого и страшного. Или Святое Кумение до 10 века. Она Богом устрояется, Богу посвящается, и Бога имеет живущим в себе. На первом месте Бог. Вот, оказывается, кто объединяет людей. И это объединение каким образом происходит? Не автоматически, не механически, а исключительно в силу степени человеческой активности в исполнении того Евангелия, которое должно стать законом жизни для каждого верующего человека. Если мы упримем такое определение, то нам поймем, кто первый в церкви, кто к ней принадлежит к церкви. Кто к ней принадлежит? Тот, который, конечно, следует Евангелии. Если он попирает его, он отторгается от церкви. Степень этого отторжения может быть весьма различной, но каждый, кто исповедался в своей жизни, хотя бы раз мог обратить внимание, какая молитва читается над ним. «Примири и соедини святей твоей церкви». Пока за грехами мы отпадаем от церкви, отторгаемся от неё, и это отторжение может иметь разную степень. Можно быть, можно быть самым кажется видным членом церкви, самым активным. Внешней церкви, членом внешней церкви, церкви организации и оказаться совсем вне церкви, вне тела Христова, если нет соответствующей жизни. Кто первый член церкви? В организации церкви, антропо, в таком центрическом понимании, там, естественно, Папа Римский, там, патриарх, там, архиепископ, там, ну, зависит от того, кто возглавляет церкви. Так? А когда мы говорим о церкви по существу, кто первый? Не знаю. Может быть, последний нищий, на которого никто даже не обращает внимания. По крайней мере, в истории церкви таких случаев было немало. церковь. церковь – это есть тело Христово, в которое входит человек в зависимости от степени своей, степени святости, от того, от степени активности, степени понуждения себя в деятельной жизни по Евангелию. Вот, оказывается, чем входит человек в церковь. Вот теперь я думаю, что при таком понимании существа в церкви мы поймём значение организации церкви. Да, церковь в то же время есть община. Для того, чтобы стать членом церкви по существу, необходимо войти. Необходимо же знание веры. Ну, как ему будет христианином? Не знаю, что такое христианство. Не могу. Ну, конечно. Вера отслышания. Где эта вера? Отслышание. Где она проповедуется? В церкви организации. Где дано Евангелие? Где указывается дисциплина жизни? Где даются правила жизни? В существующие средства? Где преподаются таинства? В церкви организации. Таким образом, перед чем мы оказываемся? Перед очень интересным явлением. Оказывается, в церкви организации присутствует церковь, церковь тела Христова. Мы никогда не знаем, кто в какой мере приобщен к церкви телу Христова. Никогда не знаем. Но знаем другое, что она существует именно в церкви организации. Задача каждой церкви отсюда, церкви как организации, в чем заключается? В стремлении, в стремлении, в идее, если хотите, стать телом Христовым во всей своей полноте. Церковь организации является тем внешним человеческим выражением, без которого внутренняя церковь не могла бы иметь своего, исторического существования, если хотите. Она просто необходима. Необходима её дисциплина, её правила. Она эта церковь организации хранит, хранит, если хотите, имеет, передаёт вероучительные истины, нравственные принципы жизни и так далее. Без церкви организации не может существовать церковь тела Христова. Поэтому глубоко ошибаются те, которые считают, что можно просто так веровать, а в церкви не принадлежать. А что это такое просто так веровать? А как узнать, правильно живёт человек или неправильно? Правильно верит человек или неправильно? Где узнают? Затем, что значит просто так верить? Только человек, который никогда не принимал христианских таинства, это великий дар Божий. И каждый, кто принимал от всей души, что называется, раскаившись, чувствовал своей душе, что это значит и какое-то великое благо для человека. Всё это возможно где получить? Вот в этой церкви организации. Итак, я бы хотел сказать, что вот эти два понимания оказывается при формальном подходе к ним очень различаются между собой. Очень различны. Они требуют что? Единого восприятия церкви. И вот в том определении, которое я вам даю, оно по-моему отвечает этому единству. Если церковь, это есть единство Духа Божия в тех членах видимой церкви, подчеркиваю, видимой церкви, которые в своей жизни осуществляют Евангелие и таким образом входят в единство тела Христова, Бога человеческого организма. Если мы примем такое определение церкви, то, наверное, этим самым мы охватим и внутреннюю духовную сторону жизни, и внешнюю организационную сторону деятельности церковной. И таким образом в нашем представлении в нашем понимании вырисовывается реальный образ того, что есть церковь. В связи с таким пониманием возникает, я вам скажу, очень много вопросов, особенно для нашего времени. Очень много вопросов. церквей, конфессий. Как понимать их? Кроме православия, существует католическая церковь, протестантские церкви. Вы знаете, сейчас на современном языке все это называется церковь. Как понимать эти церкви? Второе. Спасение возможно. где? Только в православии. Или оно возможно и в других христианских церквах? Третье. Так что спасаются только христиане, допустим, ну не касаемся их юрисдикции и конфессии, а все прочие, которые находятся люди, человечества, вне христианской церкви, погибают или нет? Еще один вопрос и очень важный. Но я вам ни за что не скажу, не отвечу ни на один вопрос. Пусть это будет тайной моей души. Потому что я вижу у вас кроткие лица и слышу стук под креслами. Ну, мы можем заняться этими вопросами, если, конечно, вы хотите, да, а можно заняться другими вещами, потому что у нас еще очень много тем с вами. Нам нужно поговорить о таинствах и об этих вопросах. И еще у нас там многое что есть. Ну, посмотрим, как Бог даст. Сейчас я что хотел только сказать. У нас сегодня вторник, да, вот будут долгие службы, поучитесь хоть немножко за долгими службами, поучитесь. Это стоит действительно в духовной школе вдруг поучиться, ну, например, во время богослужения немножко не мечтать, а помолиться. Я понимаю, что это нам не подходит, конечно, совершенно ясно. Но все-таки оно бы стоило. Ведь недаром наши святые отцы убедительно советуют, говоря, что молитва Иисуса это есть краткая молитва. Ее даже можно еще сократить там наполовину. В общем, каждый должен ее совершать настолько, насколько позволяет ему возможность не рассеиваться. Во время богослужения это очень и очень, так сказать, я бы сказал, соответствует самому времени и месту и настроению совершения этой молитвы. Не забудьте, пожалуйста, времени много, стоять несколько часов, ну, что делать? Я понимаю, можно побродить по всему миру, конечно, но, может быть, немножко отвести и это. Вообще, я вам скажу так, тот человек, который сам никогда не понуждался к молитве, не упражнялся, слово аскеум, значит, упражняюсь, никакого христианства он не знает и знать не будет. Это нужно твёрдо, твёрдо нам всем помнить. Поэтому призываю вас, может быть, вспомните и попробуйте. Скалой можно не спеша, не вычитывая, когда утренний, вечерний, надо быстрее прочитать, на пять секунд скорее, чем мой собрат. Правда? А тут ну куда спешить? Спешить некуда, несколько часов попробовать, попробовать. Очень интересно. Потом вот расскажите, как соберёмся в актовом зале, вы расскажите, как это у вас получилось. Я-то ни за что не расскажу, как у меня получилось, а вы расскажите. Ну хорошо, друзья, ну поможем. Спасибо.